Так, друзья, наступили морозы. Мороз и солнце, день чудесный. Так и хочется стихами говорить, мне надо снять пару учебных фильмов. Итак, два варианта. Первый, вот они, трепетчика, которые не укрывались, они будут никогда укрываться. Раз, два, три. Вот, место хорошее, удобное. Заметьте, сейчас 12 часов ровно, это называется, солнце, как-то, солнце в зените. И что получается? Зените, это не в зените, оно зимнее и низкое. И все равно здесь, вот, не хватает мне чего-то. Вон там градусник висит, на нем минус 26. А вот интересно, сколько сейчас тут. Надо привести второй градусник. Вот. Просто для контраста, чтобы видно было, что тепловые подушки работают. Итак, этим персикам раз, два, три, четыре года. И они, слава Богу, живо-здорово, правда, плодоносят по принципу час по чайной ложке. Вот. Цветочные почки подмерзают. Но, здесь дело принципиальное. Идем дальше. Второй способ укрытия, пока маленькие под коробками. Посажены были на холмы. Куда жрешь, моё. Ну-ка, кыш отсюда. Вот. Поставим на холмы с наклоном. Фотографии я вам показывал. И вот таким образом заходить. Больше ничем. Было всё нормально, но тут вдруг плюс пять и снёг сошёл. Теперь снова мороз. Ну что, так и будешь жрать мои эти? Ну-ка, уходи. Или любишь позировать? Так. Вот ещё, 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 ещё. Персики, которые постарше, они у меня укрыты. Контрольный остался. Сергей с него срезал чередки на прививку. А ему всего-то два года от роду. Вот. Цветы щепочки видели? Хвастаюсь. Значит, если не замёрзнет, то засветёт. Если засветёт, может быть, даже плоды будут. Хотя, обещают минус сорок. Посмотрим. Вот. За то, что погибнет, я спокоен, не погибнет. А вот то, что цвести будет, шансов мало. Вот это вот такие же, как он, но распластанные и укрытые. Половиный веток в одну сторону, половиный веток в другую сторону. А у этого все ветки в одну сторону. Весной снимем, фотографируем, покажем. Это страховой фонд. Идём дальше. Что-то я начал с персиков, хотя у меня цель была другая. Видимо, придётся снимать два фильма. Вот. Там у меня в конце персики минусинские подарены. За что я благодарен невероятно минусинскому садоводу. Вот. У него получилось как? Двадцать сельцев мне подарил, одну ли этих. Они дохли, 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 но пять штук до сих пор живы. Вот. Хотя прошло лет десять. И получилась как бы у него новая формация. А вот этот персик, видите, что удивительное, вот тут уже никакая тепловая подушка ему не мешает замёрзнуть. Нет, хоть махны. Урожайчики слабенькие, я вам показывал. Только ещё бы, на северном ветру. Вот. Или как принято говорить, на семи ветрах. Идём дальше. А что я прошёл? Ну, что не сказать, что моя седра-невецка занимается вот этим. Формулировка садовцев плодовых деревьев, мировых стандартов, это я думаю. Так вот, я обманул, ребята, не мировых стандартов. Мировые стандарты для нас это уже давно в прошлом. Так что я обманщик. Это уже, что там дальше, вселенские стандарты. Возможно, эти саженцы мои, наши, Сергей, а может уже пора на Марсе садить. Да, там есть Северный полюс, там есть лёд, а может где-то есть и тепло, кто знает. Что мы про этот махт знаем. Вот. Кроме ужасов. Ага, вот персик, персик вот тут. Смотрите, я к нему не прикасался. Почему сказать? Объяснение простое. Ну, здесь вот, это потом по двое вымахал. Вот по двое вымахал, вот по двое вымахал. А вот ничего не осталось. Тут были три персика. Бочные, привитые. Да, сливы, вот одна слива. Вот всё осталось. Второй сливы, а вот третий слива. Так вот, в лучшую пору, когда исполнили свет по оси, сюда приезжали журналисты. Из Каслянской газеты, Каслянского журнала и Каслянского телевидения. Вот это был мой триумф. Теревизм дважды, тоже приятный. Но, что поделать, когда вот такие ветки отрезаешь, 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 кончается это преждевременной смертью. Пожили они по 8 лет. А это уже от земли пошли. По двое. Ну и теперь, я сказал себе, железом не режь. Надо повторить тот триумф. Если его не трогать, опять, заметьте, хорошее время я выбрал. Все те же 12 часов дня. Видите? И они сейчас отогреваются. Самое страшное, как их убить? Покрасить их. Заметьте, не побелить. Это давно в прошлом. Вот. Подлые люди, которые ничего не понимают с удовольствием. Чтобы продать свои эти самые заработные сребреники. Придумали покраску. вот так вот и накрасили чтобы его убить, достаточно было что сделать год-два назад покрасить и вы бы сейчас ничего не видели ну что, ждем плодоношения, цветочки показать вот эти цветочки еще показать вот эти вот коротенькие веточки вот эти вот это плодовые веточки так вот, идиотивность заключается в том что к такому саженцу подходит супер специалист и говорит да что это такое какое они имеют права расти и берет в наших глазах чик-чик-чик-чик-чик все вот эти короткие ветки, они все плодовые будут, на них будут эти, вот смотрите на них будут цветы не убрать, не медленно знаете, до какой высоты до высоты головы и вытянутой руки но это у меня наболело поэтому я не мог не высказаться лишний раз меня ругают хватит их лягать пусть себе живут спокойно они-то живут спокойно а люди-то верят так щенок уже голос показывает характер вот, хороший будет сторож спасибо вам ух, какой у меня сторож растет так, идем дальше еще есть о чем поговорить я думаю, что на морозе что будет ну посмотрим так как-то резко потеплело что-то я совсем морозе не чувствую буквально за последние 3 часа что я делал в это время правильно я нарезал черенки сейчас я вам только покажу кое-что а потом там в беседке покажу чего я добиваюсь вот поступил заказ черенки я благодаря этому человеку он меня буквально лежачего с кровати поднял подавай черенки привет, дружище подавай черенки от 12 до 20 мм 20 см посмотрите на эти пальцы вот так вот по-моему это даже не 20 еще как он их привать собрался я схватился за голову ну ладно 20 ну 12 надо искать написано было вот 20 вот 12 на 20 будем искать 12 и вот сейчас смотрите у него инструмент готов буду калечить дерево я уже начал калечить его давно вот видите специальная обрезка специальная обрезка это не значит что она тут мертвая была нет, ребят это специальная обрезка специальная обрезка и вот на его счастье сейчас я вот у меня академик посмотрите внимательно эта обрезка дала вот эти толстенные ветки вот и вот и вот еще толстенные ветки вот е-мое ну-ка вот вы не думаете что начинается вот от этого нет начинается отсюда это все нарастает за один год вот это все и тогда получается метр два с половиной метра нормально нормально а этим почем сколько а вот еще двухметровая а вот еще и вот сейчас получается я срежу я уже все боюсь срезать деревья калечить вот эти вот видите три штучки я их срежу и самая толстая вот эта вот вот эта вот достанется ему ну уж тут миллиметров 10 но я стараюсь я сказал выполнить точно не могу и 20 миллиметров не найду это уже надо это это перо это перо наверное уже двугодичный а двугодичный перо совсем плохо где я возьму такие шикарные почки ростовые а вот так вот значит лучшее самое толстое из-за догоничных а вот я сейчас еще не успел замазать только сейчас я резал и потом я вам покажу вот смотрите вот это самое толстое которое почему я здесь только оставляю вот это вот спящая 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 раз два три четыре пять это пойдет последующий год вот так вот и я снова буду резать а потом еще год и потом все после этого лавочка закроется и у меня а сегодня что у нас сегодня у нас с утра суббота понедельник вебинар и мне так вовремя такой добротный большой длинный вопрос задали а почему вечерин сказал не меньше пяти лет а кстати вот это дерево четыре года вот а я режу значит я не вечеринец а еще и раньше режу вот из таких режу этого дерева двадцать лет а почему на нем такие прекрасные приросты это была сделана специальная оболажившая обрезка вот тут можно сказать по-мичурински и приросты шикарнейшая до двух двух с половиной метров видели вот шикарнейшая и возраст по-мичурину потом закончу съемку вот это дерево сфотографирую и вот это сфотографирую так ну в принципе для ну еще похвастаюсь все-таки я штук восемь черенкова еще связывал с мичуринского и это все а это дерево особое одно у меня из волшебных мичуринский абрикос 37 грамм вполне заварядный сорт а другой он и не мог быть вот и вдруг бабочки мои в один год Елена Савидич тогда студентка потом аспирантка подтвердит вот здесь вот тут видите вот ветки отрезаны это специально это для для обложения на этих ветках висели плоды потом она мне напомнила 103 грамма был самый крупный вот откуда такие да если бы она один был вот она ладно вот весь урожай был 8, 90, 100 и вот что я сделал вот это вот Сергей срезал это вам на прививку а вот те видите вот 3 и вот 4 5 это я срезал 6 все это все чем я богат и еще минутку займу я с этого дерева еще срезал вот зачем каким образом ранний пианист должен нам сорт пианиста конечно теперь это уже он уже становится классикой это лучшая коллекция я про нее рассказывал там рядом не было дикарей чтобы могли как-то как-то это заразить своими генами дикими вот ну хорошо у него поздний пианист это шикарный ничуть не хуже чем поздний филиппио это я его назвал поздний а еще казалось первый раз приехал а деревья еще только отцвели а на нем уже плоды и тогда я назвал его жадний пианист вот он и вот я веточки несколько срезал раз два три ну-ка еще показать три все что ли раз два три а вот четыре четыре все веточки и больше нет это один пять и шесть все вот теперь все и тогда получается что самая толстая вот эта пойдет моему другу который заказал от 12 на 20 миллиметров это я для него делаю фильм в основном и второй фильм будет там беседки снять как там где я уже обработаю эти же самые чередки все друзья первый фильм готов ну кто успеет тот и успеет где больше всего зли знаете что я бывает зимой по несколько дней нет ни одного заказа чередки лежат не то что портятся я умею хранить их месяцами но все равно обидно все равно обидно для кого старался лучшая коллекция на планете по многим показателям мало того единственная на планете вот да я знаю есть солидная ферма продает чередки тысячами вы знаете где она находится на границе с Украиной Белгородской области и что тут черенок даст а здесь посмотрите все живо деревья оболаживают но это уже будет совсем другая история придет март апрель май и тогда посыпятся заказы а потом откроет он посылку а я уже на себя ответственность не беру он открывает посылку и видит уже листики тронулся рост а значит приживаемость будет около нуля вот ловить момент удачи странно странно огромное а полтысячи черенков продать не могу